Всем привет! Пока шеварим! Давно мы с вами не встречались на моей домашней кухне И вот опять Для этого есть причины Вчера, значит, жена ездила на дачу с тещей И привезла целый пакет Щевеля Что делать? Что делать с щавелем? И так сложилось, что скоро выходные И у нас как бы нет супа И я подумал, и на канале у меня нет рецепта щавелевого супа А давай-ка я его приготовлю Тем более это один из самых моих любимых супов Которые есть в этом мире Щавелевый суп, по факту, это щи И готовится он по принципу щей Суп несложный, но очень вкусный Это кислинка щавеля Она просто божественна Любой суп начинается с бульона Вы можете его приготовить на курице, на говядине На чем хотите Но на мой взгляд, лучше всего подходит именно говядина Я бульон готовлю без заморочек Я не добавляю лук, не добавляю морковь Я варю только мясо После закипания бульон, естественно, будет образовываться пена Которую нужно убирать Чтобы бульон получился красивый и прозрачный После закипания уберите бурное кипение Вот так вот кипеть не должно Я уменьшаю нагрев конфорки И варить бульон я буду около двух-двух с половиной часов Немножко для аромата я добавляю черного перца горошком Когда бульон будет почти готов, я займусь всеми остальными ингредиентами Мы сделаем классическую зажарку из моркови и лука Лук нарезаю, морковь натираю на терке С морковью тоже не стоит перебарщивать Я возьму полторы морковки Слегка обжариваю на растительном масле Картофель я нарезаю небольшими кубиками Один из самых главных ингредиентов это щавель Его нужно после ваших грядок естественно хорошенько промыть И желательно неплохо просушить После чего нарезать его так как вам удобно Несомненный атрибут щавелевого супа это яйца Мне очень нравится отдельно сварить яйца и добавить в суп Но можно усилить этот эффект Сырые яйца можно взбить в мисочке вилкой И тихонечко в кипящий супец в самом конце добавить Покажу Итак, бульон у нас сварился Мы оттуда достаем мясо И перед тем как мы его разберем и вернем в суп Его нужно остудить А тем временем в бульон добавить нашу зажарку Все вместе проварим 2-3 минуты При этом не забудьте восстановить максимальный огонь Потому что мы его уменьшали Вместе с зажаркой добавьте картошку У нас кубики небольшие Вариться они будут быстро Около 7 минут Теперь взбиваем яйца И тонкой струйкой, помешивая суп, добавляем внутрь Яйцо будет сразу же завариваться и распределяться по супу Сразу же за яйцами отправьте щавель Щавель вариться особо не нужно Он будет готов вместе с яйцами По большому счету суп готов Его осталось довести до вкуса, который понравится всем Или как минимум мне Для того, чтобы мне понравился суп, там должен быть еще Немножко чеснока Там должен быть обязательно сахар Чуть-чуть Ну и конечно же зелень Свежая, сушеная Да и какая есть, добавьте У меня сушеный укроп Пусть он будет в супе И должен отметить, что если вы добавили яйца внутрь супа То не возбраняется отварить дополнительно яйца, чтобы добавить уже половинками в супец Я именно так и сделаю Кто не знает, как варятся яйца Я их варю 9 минут после закипания Положив их предварительно в холодную воду Щавелевый суп, как и любой другой суп, должен настояться Мы с вами прекрасно знаем правило, что любой суп вкуснее завтра, чем сегодня Сегодня он тоже будет вкусный, но дайте ему постоять хотя бы полчасика Лучшая заправка к супу, это конечно же сметана Я люблю щавелевый суп За то, что он как бы вот не такой, как другие супы Он кисленький Он прикольненький Он сезонный Я очень удивлен Вообще, что у меня жена вернулась с целой сумкой щавеля сейчас Потому что, или щавель, как правильно Потому что щавель у меня ассоциируется с весной Ну весна, лето Но я не ожидал, что столько щавеля она привезет мне сейчас Отличный суп Бодрящий И вот этот вот вариант Типа добавить яйцо внутрь и не добавлять яйцо отдельно Мне не в кайф Обязательно за время поедания щавелевого супа Должно быть минимум два момента, когда ты делаешь вот так Вот это хорошо Все остальное от лукавого В общем, все раскладочки в описании Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Увидимся скоро Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok